Всем здорова, товарищи танкисты, а также не только, с вами снова Хантра. Сегодня наш канал будет, как обычно, War Thunder, а героем этого ролика станет One Dark Tiger из клана DSM. Давненько, ребят, не пилили доски по запрещенным модификациям, чему, на самом деле, я очень сильно рад. Знаете, после введения античита в игру, стало дышать, так сказать, в игре гораздо комфортнее и спокойнее, потому что, если вы часто играли, допустим, ну плюс-минус, как и я, то, скажем так, в неделю вы встречали там двоих, троих, а то и даже четырех, и периодически оформляли на все это безобразие жалобу. После введения чита, конечно, ситуация в корне изменилась, и это вот мой первый случай, когда я реально вот уверен на 146%, что игрок использует запрещенные модификации и убивает людей сквозь галактики, там миллион кустов и все, что с этим связано. Игрок невероятно плох по своему уровню игры, ему даже читы по большому счету не помогают, как вы видите, это консольщик, значит, он перенес вак на ПК, купил на консоли там XM-ку первую, очень дорогой набор, я не помню, сколько стоит, но что-то порядка там трех с половиной, или может быть даже четырех тысяч, плюс ко всем у него там на аккаунте, насколько я помню, Скайшарк, ну, скорее всего, какое-то количество прем-аккаунта. Ну, я думаю, что-то около десятки в этот акк он вложил, и, естественно, в этом ролике мы поспособствуем, так сказать, чтобы он с ним расстался и впредь не повторял такое вот, так сказать, безобразие. Значит, чтобы этот ролик еще был общественно полезным, я покажу вам, как правильно составить жалобу, где посмотреть серийные реплеи и как ими, соответственно, вообще пользоваться. Значит, ну, давайте посмотрим, наверное, немножечко фрагменты мастер-класса этого персонажа, то есть, как я сказал, я вчера повстречал его на стриме на европейской провинции. Ну, и чувачок, конечно, меня очень сильно удивил, мне и так как бы стрим не особо задался, и тут еще, как говорится, убивают тебя сквозь 28 тысяч кустов с невероятного расстояния. Конечно, у меня бомбануло. Значит, игрок использует подключение к идущим боям, ну, это сразу говорит о низком уровне игры, ну, и о том, что намек, да, что тут может быть человек, использующий запрещенный модификацию, потому что ему, в принципе, все равно, на самом деле, где находится противник, у него весь экран там в квадратиках, он, так как говорится, осветомлен. Ему без разницы, значит, упадет он на эксенке первой, сейчас прогрузится, надо не забыть эту дочку нажать, чтобы, соответственно, смотреть. Куда он будет целиться, да, и показывать вам, как он будет простреливать, соответственно, сквозь галактики, чтобы вы были на 146% уверены в том, что я вас не обманываю, и игрок действительно использует, как говорится, подробно. Сейчас он доедет до этого кустика, ну, и покажет мне, как говорится, вашему покорному услуге, товарищу стримеру, вот мастер-класс стрельбы сквозь все на свете, и вот, да, это, конечно, крайне неприятные моменты. Такое у нас в игре, конечно, случается, он, как я сказал, очень-очень редко, то есть, вот, это действительно первый, вот, мой случай, первый такой вот игрок, злоумышленник, грубо говоря, который, вот, использует такие вот подрубы, и вырубает, можно сказать, супостатов, да, в кавычках, конечно, сквозь очень большое расстояние, когда он, в принципе, не может ничего видеть. Я дальше не вижу, наверное, смысла, ну, как бы показывать этот реплей, я думаю, вы уже выводы сами для себя сделали, тут неважно, в каких настройках смотреть реплей, и, очевидно, что игрок никого не видит, и стреляет просто-напросто по маркерам на экране. Значит, как правильно, ребят, составить жалобу, и где посмотреть сервенные реплеи, это, на самом деле, немаловажно. Заходите на сайт улиток, ну, вот, допустим, главное, да, вам нужно выбрать раздел сообщества, дальше вы заходите в графу трансляции и повторы, и вы можете, допустим, здесь по поиску, по пользователям можете ввести ник, да, и просмотреть реплей с участием данного какого-то игрока, который вызывает у вас какие-то сомнения. Можете просто, допустим, тыкнуть галочку на типа вторую с моим участием, если же какой-то любопытный, скажем так, момент, аномальный, да, вызывает у вас, скажем так, какие-то подозрения, нажимаете тыкать, тычку искать, и вот здесь выскакивают все бои с вашим, так сказать, ну, в данном случае с моим участием, бой был на карте Европейская провинция, здесь сразу высвечиваются все игроки, которые есть в этом бою, принимали, так сказать, участие, и вы видите тычка, пожаловаться, то есть над каждым игроком, выбираете ее, тыкайте, ну, здесь выбираете запрещенные модификации, если в данном случае это имеет место быть. Пишите aimbot там плюс wallhack или какая-то другая формировка, которая вас устраивает и подходит к данному случаю, главное, чтобы человек, который находится там на другом конце, как говорится, техподдержки, понял, что вы имеете в виду, указывайте обязательно время, с какого происходило, так сказать, нарушение, ну, я точно не помню, по-моему, 0200, что-то около того, плюс-минус, тыкайте потом тычку, пожаловаться, и, в общем-то, все, жалоба отправляется на рассмотрение, чем больше, соответственно, жалоб будет, тем, я думаю, быстрее все это безобразие рассмотрят, поэтому я предлагаю вам, так сказать, поспособствовать блокировке данного персонажа. Надеюсь, что вы будете в курсе, так сказать, как пользоваться всеми вот этими вот возможностями, да, отправки жалобы на злоумышленников, надеюсь, что их будет минимально какое-то количество, и надеюсь, что их будут оперативно, опять же, банить. Короче, ребят, пишите, что думаете, надеюсь, что вам такие игроки попадаться в игре не будут, с вами, как всегда, был Huntress, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!